Я очень рад, что сегодня у нас такая особенная лекция. Мы будем изучать каллиграфический, но шрифт в металле. И это такая... Вот я на прошлой лекции говорил про физиков и лириков. И сегодня у нас такая третья когорта людей-техников. То есть техника в смысле вот такого вот техне, в смысле есть поэзис, который, например, на прошлой лекции было вчера у нас про литристов. Поэтическая типографика была физическая, такая вот металл. А здесь именно такое... С одной стороны, кажется, что это соединение, но на самом деле это техника и каллиграфическая в первую очередь. И очень здорово, что у нас будет такое соединение этого погружения. Я не знаю, какая часть из вас останется на продолжение. То есть будет у нас лекция, а потом, собственно, техническая часть, мастер-класс. Где мы будем все это писать кисточками и перышками. Кстати, хотел заодно упомянуть благодарность Центра каллиграфии Атазда Ижица за предоставленные перышки и переродержатели. И конспиративную галерею F5 за кисточки, который ему передал Итмо. Кстати, я очень рад, что все так переплетается. И не только в инструментах, еще и тематически. Я думаю, что Аня сегодня будет переплетать, помимо буквальных всех вот этих переплетений замечательных, концептуально, такой немножечко... Еще один спойлер сегодняшней лекции. Аня, как соединяются письменности, французские... Не буду дальше, наверное, говорить. Аня, тебе слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо Макса за такое хорошее выступление. И я хотела сразу сказать, что если у вас по ходу моего рассказа будут возникать какие-то уточнения, дополнения или вопросы, то принимайте руку, чтобы мы дали вам микрофон, и можно будет... Будет, наверное, и хорошо, если у нас образуется такой диалог у всех нас. Мне бы хотелось начать свой рассказ так же, как начинается книжка уже более чем 100-летней давности, посвященная герою нашего дня сегодняшнего, шлифту Сивилите и его создателю, мастеру-пансонистеру Веру Гранджуну. Авторы книги, куратор музея Плантена Моретуса в Антверпене пишут так. Жил был один смелый человек, который все свое время проводил, выравнивая маленькие металлические призмы, чтобы сформировать слова и печатал их на бумаге. Очень красивая бумага, которую люди нашего поколения, даже если они сами были печатниками, почти никогда не видят, кроме как во сне. Этого человека звали Рубер Гранджон. Был ли он сыном парижского печатника и родился ли он в большом городе? Это вопрос, но не важный. Однажды Руберу Гранджону пришла была вполне естественная идея подражать в письменности своего времени, чтобы сделать печатные знаки. Он гравировал пансоны, чеканил матрицы и отливал буквы, совершенно похожие на его собственный почерк. Это произошло в 1556 году. Рубер Гранджон был в Лионе, когда реализовал свои изобретения. Его знаком был дельфин, двигавшийся вокруг стебля, увенчанного масетой. Это водное растение. И, на мой взгляд, такое описание, похожее на начало сказки, оно достаточно ярко показывает нам нашего героя. На самом деле, интересного персонажа своего времени, которого Ферфлит, Хендрик Ферфлит, известный исследователь типографики, называет одним из лучших и наиболее влиятельных шрифтовых дизайнеров до индустриального периода типографики. И он был невероятно продуктивным печальником. За свою жизнь он создал около 90 шрифтов. Это очень большой объем. Помимо создания латинских шрифтов, Гранджон разрабатывал греческие, еврейские, арабские, сирийские, кириллические шрифты, флиндоранджи, орнаменты. И он мечтал создать французские буквы. У нас есть свои особенные формы букв, говорит нам Гранджон. Работая с другими языками, с другими писемностями, он удивлялся и огорчался, что у французов такого яркого своего почерка в книгах нет. Он смотрел на греческие шрифты. Сейчас на экране греческие минусы кода Грамона. И Гранджон тоже резал подобные греческие гарнитуры. Смотрел на итальянские шрифты, например, на Йенсена и на другие антиквы. На прекраснейший совершенно итальянский курсив Ичентина Риги, который даже называется по месту создания итальянский курсив Италик. У немцев было свое характерное письмо, которым набирали немецкие книжки, Швабахер, и которое сразу распознавалось, как немецкая, немецкий шрифт. Я думаю, он смотрел также и на русское письмо, которое тоже имело свой очень яркий характер. Он и сам тоже резал кириллицу. Вот здесь слева это работа Гранджона, достаточно своеобразной формы, а справа это строжская библия Ивана Федорова. И мы видим, что у всех этих шрифтов свой ярко выраженный характер. И Гранджон мечтал создать французские буквы. Но эта задача нетривиальная, и чтобы они были убедительными и отображали характер Франции, нужна была хорошая основа для этой формы. И она была, и Гранджон ее очень хорошо знал. Потому что уже с 14-15 веков в манускриптах сформировались характерные черты именно для французских почерков. Такие, например, как очень длинные, наклоненные вперед в вертикали и наклоненные в обратную сторону основные штрихи строчных букв. Вот здесь на увеличенном фрагменте я буду курсором показывать. Видно, что в строке буквы они отклоняются назад. А при этом выносные элементы, которые очень длинные, они наоборот летят вперед. При этом этот французский готический курсив он бывал разным. Бывал для торжественных книг, более спокойный, более вертикальный. И бывало такое неформальное, свободное письмо, как здесь, такое очень динамичное. При этом при письме этого курсива перо отрывалось от бумаги нечасто. То есть оно было... Многие буквы были соединены между собой. Или вот, например, другой тоже французский манускрипт, который сильно отличается по характеру, но у него есть те же самые отличительные особенности. Вот эти длинные выносные элементы и отклоняющиеся назад штрихи строчных букв. И у французского письма видно, что большая книжка. Вот здесь фотографии просто каждой странички. А вот здесь увеличенный разворот. Это книга придворного каллиграфа и секретаря Карла IX Пьера Амона, который собрал все разновидности готических курсивов, литрой Куран в одной книге. Ну, их было несколько, но вот одна основная, 1561 года. Чтобы их различать, они им давали названия, которые в переводе с французского означают примерно как государственный, например, вот то, что сейчас на экране, как раз дэ-этат, государственный курсив, либо дворцовый, который сейчас и также был квадратный, старинный, беглый, круглый, жеманный и другие названия, которые ничего нам не говорят, собственно, о различиям, ну, почти ничего. Но мы можем на них полюбоваться. И они действительно разные по характеру. Например, вот этот государственный курсив более спокойный, у него меньше выносные элементы, меньше такой динамики. Здесь в дворцовом появляются нажимы на перо, появляются шикарные розчерки. В этом секретарском курсиве мы видим такой дополнительный ритм диагоналей, отклоненных назад. Беговое письмо еще более динамично, и видно, что все эти листы выполнены каллиграфически на очень высоком уровне. И интересна еще эта книга с точки зрения такого явления в книжном искусстве, как феномен книги, потому что их главный герой и их основная цель это, собственно, искусство каллиграфии. Они, прежде всего, создавались для того, чтобы показать возможности каллиграфии. И это были произведения искусства. Таких памятников книжных я не знаю, чтобы их было очень много. Самая яркая параллель это в русском письме у нас есть каллиграфические свитки, которые тоже представляли собой книги про букву, про букву написанную. То есть они служили именно произведением искусства каллиграфии. Они представляли собой именно произведение искусства каллиграфии и не что-либо еще. Иногда это были учебники, но порой это даже была их второстепенная роль. Иногда это было такое портфолио мастера или это был статусный дорогой подарок, либо это просто был очень красивый объект. Это говорит, наверное, нам о том, что каллиграфия в этот период выходит на очень высокий уровень. И Пьер Амон тоже нам демонстрирует этот высокий уровень каллиграфии. И все это французское рукописное наследие, которое Робер Гранджон, конечно же, знал. И с Пьером Амоном он был современником, он был с ним знаком. Вот это письмо, тоже очень интересная страница, с сложным ритмом и таким природными свободными мотивами. И мы потом еще вернемся к этим страницам и еще их вспомним. Или вот, например, алфавит, который уже напоминает шрифт. Другие авторы тоже создавали такие каллиграфические книги. Здесь мы не знаем автора, мы знаем издателя Кристофа Плантеном. Это пособие для детей. И тоже это образец очень виртуозной каллиграфии. Гранжон, изучая, зная, находясь внутри этой культуры, изучая ее, он хотел создать наборный шрифт с французским характером. И ему это удалось. Вот его работа. Как вы думаете, это еще рукописное письмо, написанное от руки, или это уже наборный шрифт? Есть одинаковые буквы. То есть наборные. В общем, правы и те, кто сказал рукописное, и те, кто сказал наборное, потому что здесь есть и то, и другое. То, что выделено розовым, это рукописные вставочки, а все остальное наборное письмо, наборный шрифт. И как вы заметили, нам даже трудно их отличить друг от друга. То есть Гранжону удалось создать шрифт, который имитирует почерк очень близко к правде, к оригиналу. Я приступил к вырезанию нашего письма французского. Выравниванию матриц, отливки и, наконец, подготовки к печати, пишет Гранжон. Он был, прежде всего, пансионистом. Пансионист это человек, который вырезает маленькие формы в металле, из которых потом создают матрицы и отливают литеры, и набирают уже книги литерами. То есть, это очень тонкая, кропотливая работа с крохотными формами. И вот, на основе каллиграфического французского письма и собственного почерка Гранжон создает пуансоны к своему шрифту. Как выглядела его мастерская, нам доподлинно неизвестно. И как именно наносили изображения на пуансон, мы тоже точно не знаем. Есть, возможно, какое-то сходство с ювелирной мастерской, которая изображена здесь на картинке. И мы знаем, что ювелирные мастерские располагались обычно рядом с оживленными улицами. У них были большие окна для того, чтобы их работа была на виду. То есть, люди, которые проходили мимо, могли видеть, как работают мастера. И каждый занят своей частью работы. Возможно, шрифтовики работали подобным образом. Мы можем это предположить. А так выглядит пуансон. Это буква, как видите, А. Она зеркально отображена, поскольку пуансоны вылезали в зеркальном отражении. Из них печатали матрицу, которая уже была в обычном отображении. Из нее отливали литеру, которая снова была в зеркальном, и из литера печатали текст, который снова был уже в понятном нам изображении. Вот такой сложный очень процесс. И этот пуансон, его высота 1,7 мм. то есть он меньше 2 мм высотой и он вырезан вручную вот таким образом кранжоном. Да, это замечательная фотография из музея Плантена Моретуса. Спасибо им большое за то, что они делятся с нами этими прекрасными кадрами. И что еще интересно в этой форме, что она необыкновенно каллиграфичная. у тех из вас, у кого есть опыт работы ширококонечным каллиграфическим пером, наверное, сразу заметили в этой букве характер и логику этого инструмента. мы видим расширение штриха, его сужение, тонкие соединения штрихов, вот такой косой срез начала штриха. Это все особенности работы каллиграфическим инструментом. И эта буква, как и другие буквы шрифта Гранжона, они повторяют письмо и за счет этого создается эффект в печати, как будто это написано другим. Как он наносил такую форму на крохотный кусочек металла и вырезал, к сожалению, мы не знаем. Но было бы интересно, конечно, подсмотреть. То есть, либо он писал, либо кто-то ему делал эскизы, либо он очень хорошо знал форму и рисовал ее. Это интересный вопрос. Мы знаем, что его конкуренту Филиппу Данфри эскизы рисовал сам Пьер Амон, книгу которого мы видели выше. Мы попробовали эту букву отобразить зеркально, распечатать и написать каллиграфическим инструментом, чтобы посмотреть, насколько форма совпадает. ну и видно, что она совпадает практически полностью, практически идеально. Хотя, конечно, основной штрих вертикали немного шире, чем левая вертикаль. Но, тем не менее, то, как идет инструмент, в данном случае это кисть, просто для того, чтобы было крупнее, но тот инструмент, который писали во времена Гранджона, заточенное гусиное перо, он работает точно по такому же принципу. И видно, что инструмент практически в точности повторяет форму этого пансона. И хочу показать вам еще несколько букв. Их формы для нас непривычны. Может быть, даже вы не догадаетесь, что это за буква. Или догадаетесь. Давайте посмотрим несколько и подумайте, знакомы ли они вам. Вот, например, четыре такие формы. это строчные буквы. И все вот они такие же маленькие, как та А. Непонятные, да? Буква О? Буква О? Нет. Тип? Нет. Какая? ДМ? ДМ, да. А вот эта? Нет. для И она большая она была бы больше А. Ну, а похожа. там. Не Ц и не И. И не Д. А вот еще такая есть. О. И не О. А такая. И не дм, а Я как раз хотела дать эту подсказку, чтобы вас еще больше запутать, что это мало того, что непонятно, что за буква, так это все еще одна буква. Это Ди. Я, кстати, не до конца понимаю, как устроена буква, которая похожа на Е. Вот почему это Ди? Сейчас покажу. Из этих пуансонов, их ударяют в металл мягкий и получается такая форма, это называется матрица шрифта, из которой потом отливают литеру. И вот матрица пуансона и наши Ди, вот они, видите, раз, два, три, четыре. И вот та, которая, кстати, непонятно, вот она. То есть вот в таком виде она уже больше похожа на правду, хотя на самом деле все равно она чудная, то есть она тут не соединяется никак. То есть еще одна характерная особенность этого шрифта заключается в том, что буквы, они мало того, что имеют форму сложенную, так еще и не одну, несколько форм. И это тоже приближает их к письму. Они, получается, взаимодействуют с линией строки. То есть если убрать линию строки в этом шрифте, то буквы теряют смысл. Они устроены очень сильно внутри нее завязки. Вот с Д, просто когда появилась линия строки, извини, что я тебя перевернула. Да, 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 я поняла тебя. Я сначала не поняла, потом поняла, да. Да, если появляется базовая, когда они стоят в ряд, сразу становится понятно, почему это Д. Но если нет этой линии, то форма сразу распадается. Да, да, поэтому удать кегли не стоило в те времена. Здесь также две Б тоже разные, видите, две Си. Вот это И, три. Или вот такой пансон, это прописная буква. Это А. Вот, а это тоже моя любимая буква. Я прямо хочется, чтобы тоже поразгадывали что-то. Да, видите, как быстро уже распознаете их. Ну и, соответственно, у французских детей и взрослых с этим совсем не было никаких проблем. А так выглядит, собственно, шрифт. То есть, когда уже пансоны вырезаны, матрицы сделаны, и литеры отлиты, и напечатаны, то вот они приобретают такую форму. Вот это Д, которая последняя была. Вот это первое А. А вот здесь наши четыре Д, которые мы угадывали в начале. Вот, то есть, на самом деле, вот эта последняя, она, в самом деле, странненькая. То есть, вот она такая. Ну, ладно. Ну, они похожи с прописной, да. Они похожи, но это вот именно курсивная форма, эскотическую курсиву из каллиграфии. И так выглядит вся касса. Здесь есть алфавит. Ну, то есть, разные варианты, да, этих букв. Плюс к этому здесь есть лигатуры, цифры и пунктуация. То есть, это, ну, такие вот солидные такие были ящички, коробочки с материалом. Пансоны сами по себе достаточно маленькие, примерно 5,5 сантиметров. Вот так они хранятся в коробочке сейчас в музее в Антверпене. Вот здесь видно, что лигатура, они на одном пуансоне, да, более крупном. Маленькие буковки на своих крохотных металлических кусочках. Матрицы в коробочке тоже вот весь шрифт Гранжона. И при печати также видно, что эти буковки, если положить линейку, совершенно крохотные. Вот они, какие-то даже миллиметр, наверное, не больше, да, которые в нижней строке. Какие-то, ну, то, что мы видели, а, она 1,7 миллиметра, ну, вот, наверное, это она и есть. Вот так она выглядит при печати. При этом их каллиграфичность сохраняется. Что, конечно, удивительно, по-моему. Это первая книга, набранная шрифтом Гранжона. Тогда он назывался Letter Français, то есть французские буквы. И до Гранжона это название не использовалось, ну, разве что для разделения гуманистического письма от французских курсивов. Ну, а он таким образом назвал свой шрифт, собственно, видимо, подразумевая его главную цель стать национальным достоянием Франции. Вот здесь мы видим его знак, как раз дельфин с этим водным растением. И книга называется «Диалоги о жизни и смерти». И тоже мы видим, что есть сходство с теми каллиграфическими книгами, которые мы смотрели до этого. Да, такая красивая прописная буква с отклоненными назад вертикалями, с розчерком, маленькие формы букв и длинные выносные элементы. Гранжон даже писал, что наши буквы, они отличаются от римских тем, что у них маленький корпус и длинные выносные элементы. И что они имеют наклон. При этом даже то, что в каллиграфии было нажимом на перо и создавало, усложняло ритм за счет жирных темных элементов штрихов, в шрифте это тоже есть. То есть есть такие жирные штрихи, которые дополняют, усложняют ритм письма. Современники очень полюбили изобретение Гранжона. Оно произвело фурор и Гранжону даже пожаловали монополию на 10 лет использования этого шрифта, чтобы никто не мог его копировать. Но правда его все равно копировали в том же году и через год и очень быстро стали создавать подобные. Филипп Данфри, Эмма Таверниен. Но Гранжона восхваляли, например, сын печатника Константинус пишет, пусть эти буквы может быть уделять читателя своим непривычным видом, но они точно способны соблазнить его своей практичностью и элегантностью. Причем это большое письмо, восхваляющее Гранжона, где он говорит, что Гранжон, как дальнегреческий скульптор, создает эти формы мастерски. Очень интересна эта книга, где Гранжон набирает двуязычное издание своими шрифтами. Слева это французские буквы, на тот момент еще было название французские буквы этого шрифта, который мы сейчас обсуждали. А справа это итальянский курсив, италик, тоже вырезанный Гранжоном. Это один и тот же текст, но мы видим, насколько это французское письмо, оно шире, колонка текста намного шире за счет его рукописности, за счет широких, такой широкий V, широкий D, характерных для этого шрифта. А эта книга для нас интересна, она уже через год после создания шрифта была напечатана и издана. Она интересна нам тем, что здесь уже появляется, с нее начинается новое название, новое имя, шрифт меняет себе имя, причем независимо от своего создателя. Он назывался «Французские буквы» и создавался как «Французские буквы», но очень скоро, буквально спустя год, и потом это стало повсеместно, его стали использовать для набора книг по воспитанию детей. Прежде всего набирали «Разма Роттердамского», но и об этикете и воспитании детей, и другие книжки, предназначенные тоже на ту же тему, и «De civilitate morum puerum de libeum», как это звучит на латыни, вот это слово «civilite», «civilite», «civilitate», оно означает «вежливый», «сдержанный», «воспитанный», то есть как раз это название этих книг, и считалось хорошим тоном, что они будут набраны шрифтом, который похож на современный почерк, которым пишут дети. А французские дети вплоть до 19 века учились так писать. И эта связка, она стала настолько прочной, связка шрифта и вот этой тематики об этикете для детей, о воспитании детей, что к 18 веку все уже называли этот шрифт «civilite», и никто уже не называл его французские буквы. Название французских букв отошло уже некоторым другим шрифтам, для изобретения Гранжона сохранилось имя «civilite». И даже в справочниках для библиотекарей все книги на эту тему каталогизированы и называются «civilite», и все они так или иначе имеют в себе этот шрифт, иногда даже просто для заголовка. И даже в 19 веке, когда уже не набирали этим шрифтом книги, его брали для заголовков для того, чтобы сохранить вот эту связку. Таким образом, шрифт поменял свое имя. Им набирали не только книги по этикету, но также и, например, музыкальные книги, но на самом деле много разных. Сам Гранжон издал около 20 книжек, набранных «civilite» за свою жизнь. Многие ему подражали. Подражал Филипп Данфри, очень известный шрифтовик своего времени, который как раз резал тоже «civilite» по эскизам Пьера Омона. Подражал Ван Ден Кьери, который сделал, как говорят, фламандскую версию шрифта. И Ван Ден Кьери тоже восхваляет «civilite», и свой шрифт он, отправляя издателям, подписывает. Андрей Ван Ден Кьери, младший резчик писем, желает всем друзьям хороших буков, успехов и ума с помощью Божьей. Это матрицы Петит Агустин Филиппа Данфри. Как видно, они очень похожи на Гранжоновские, но формы некоторые отличаются. То есть M, например, более круглый, более круглый розчерк. И мы можем найти еще некоторые отличия, но в целом они очень похожи, и даже мы не можем иногда отличить один от другого. Вот так выглядит шрифт Данфри. То есть это уже другой мастер, другая книга, но мы видим, что они сложно даже отличить от шрифта Гранжона. Также Гранжон гравировал украшения для книг Флерионы, и он изобрел очень интересный способ их соединения, который также произвел фурорно, наравне с его шрифтом. И также писали немало восторженных писем, посвященных ему, как, например, Ван Верневик пишет, «Мне сказали, что его зовут Робер Гранжон, и он заслуживает самой высокой похвалы. У него столько же гениальных идей, сколько волос на голове». И там тоже большое, очень красивое, с таким французским красивым языком написанное письмо. Позднее, как жил Севиллите, он, во-первых, шрифт Гранжона, как мы уже сказали, поменял себе имя, и он поменял себе географию. То есть он стал уже не только французским шрифтом, его использовали в других странах, и использовали вплоть до XIX века. Вот, например, книга Жанна Батиста де ла Саля, она тоже посвящена воспитанию детей, и это уже XVIII век, и он выбрал для своей книги тоже шрифт Севиллите. Или вот, например, середина XVIII века, которая уже набрана другим шрифтом, но мы видим на титуле тоже курсивные буквы, и заголовок тоже имитирует рукописное письмо. В XX веке создавали, шрифтовики работали с Севиллите и создавали свои версии. Морис Бентон создал очень красивый вариант, Джонатан Хофлер. Португальские дизайнеры в XVII в XVII тоже создали свой Севиллите, причем, как кажется, они использовали в виде такой изюминки широкие горизонтали, которые действительно были характерны для Севиллите, но там они использовались не столько для красоты, сколько для издания контрактов. И в контракте такой горизонтальный штрих означает, что там уже ничто не может быть добавлено. Здесь это используется как такой классный графический прием. Тоже очень современная форма, но узнаваемая М, которую мы видели с вами и в Матрицах. Тоже 2009 год, шрифт-пункт. Рукописный каллиграфический, отставающий нас Гранжоном. И очень интересный исследовательский проект Вутера Ван Несса. В 2020 году Вутер учился в институте Плантена и под руководством Фрэнка Блокланда создал свой ревайвл шрифта. И он присылал мне эту презентацию. Очень интересный, конечно, метод его работы. Во-первых, он работал с микроскопом. То есть они фотографировали через микроскоп Пуансоне. Точно так же, как мы видели с вами фотографию в начале. Электронным штангенциркулем они измеряли все ширины. И у них получалась очень точная копия. И рисовали таким образом цифровую версию. В Глипсе, уже во время работы в шрифтовом редакторе, они использовали метод Фрэнка Блокланда, о котором подробно, очень интересно рассказывал Евгения Кетчев в своей лекции в четверг. Я очень вам советую ее посмотреть. То есть они измеряли ширину стема и просчитывали пропорции знака. Но в этом, конечно, лучше подробнее слушать людей, которые работают с этим методом. У Гутера Ванесса получилась очень точная копия. Он немного потом ее подредактировал. Поскольку, видимо, есть разница все-таки, когда буква отливается в металле, отпечаток получается жирнее, чем когда эта цифровая версия. Поэтому он немного увеличивал тонкие элементы в своем проекте. И он сделал достаточно точную копию шрифта. Мы можем все такие формы найти в отпечатках Гранжона. Их мы как раз будем сегодня с вами писать на мастер-классе. Очень классный проект 2023 года, совсем недавний. Мне очень он нравится. Такой современный, свежий и в то же время точный. Точное попадание в Гранжона. Он основан на подробном исследовании шрифта. То есть, тоже ребята измеряли набор и создали отличный совершенно шрифт. Судя по всему, он вариативный. И этот текст, он тоже похож по ритму на книги Гранжона, но при этом он выглядит современным, не устаревшим. Мне было любопытно, что буквально месяц назад в Москве я совершенно случайно на конференции в РГГУ на небольшой спонтанно образовавшейся выставке книг тоже встретила Сивилите. В книге «Тысяча и одна ночь» это репринт 1962 года издания. И вот внезапно Сивилите. То есть, вот он живее всех живых и, кажется, хорошо смотрится. Каллиграфы тоже вдохнули новую жизнь в шрифт и вернули его обратно в каллиграфию. Герман Сав, конечно же, немецкий мастер и шрифтовый дизайнер и каллиграф, он писал Сивилите, создавал совершенно волшебные каллиграфические листы с ним. Очень разные, очень живые. И создал шрифт, нарисовал эскизы к шрифту, который был отлит в металле. Вот Сивилите Цапфа. Кристофер Хаанес, норвежский каллиграф, тоже работает каллиграфически Сивилите и проводит воркшопы, причем онлайн, проводит их регулярно и все мы имеем возможность прикоснуться к нему. У него очень много учеников, у него интересная своя интерпретация, более мягкая, закругленная, с такими выверенными формами, сложными. Но при этом это именно продолжение идеи Гранжона. Шрифта в графике Гранжона, такие листы красивые каллиграфические. Здесь мы тоже узнаем какие-то особенности, длинные выносные элементы, вот этот ритм наклоненных влево диагонали. Мне хочется особое внимание уделить шрифту Веры Истафьевой. Это шрифта Базилеус, очень интересный проект, когда она объединяла в одном шрифте курсивные формы греческие, кириллические и латинские. И она взяла из кириллицы скорописные формы, а из латиницы Сивилите и греческий минускул. И получился такой очень цельный шрифт. Как кажется, каждый из элементов привнес что-то свое, но при этом они очень хорошо все объединились вместе. Как будто бы в них есть что-то родственное. И для меня это интересное открытие, потому что, когда я тоже делала свой проект, вот этот шрифт, который озвучивает нам сегодня в этой презентации голоса печатников 16 века. Этот шрифт сделан под руководством Александра Вадимировича Торбиева в прошлом году. И он начинался с кириллицы, со скорописного письма. И когда мы делали латиницу, мы долго не могли найти форму, подходящую к сложному скорописному ритму. И оказалось, что именно французские готические курсивы и Сивилите сюда подходят. И они таким образом как-то связались между собой. Через это история Гранжона и Сивилите стала для меня немножко родной. И через это же я увидела связь между нашим скорописным письмом и французскими курсивами, родоначальниками Сивилите, французскими буквами в широком смысле, французскими буквами, которые выдастся в Гранжон, и французскими буквами, на основе которых Гранжон создал свой шрифт. Начиная с каллиграфических книг, которые мы рассматривали в начале. Слева это французская книга Пьера Мона, а справа это русская азбука XVII века. И мы видим, что и там и там главный герой этой книги это буква, причем буква каллиграфическая, и что это именно произведение искусства каллиграфии, а не какие-то не для практических целей созданные. То есть каллиграфия выходит на уровень именно искусства. И интересно, что их очень много сохранилось разных, красивых. Мне хочется поделиться с вами этой красотой. Посмотрите, что они одновременно очень разные, но у них есть что-то объединяющее. Я бы сказала, некоторая свобода, такая связанная с природными формами. Такие свободные движения руки и очень длинные линии. И сложный-сложный ритм письма. И мы можем посмотреть разные варианты, найти в них и что-то отличающее, и что-то родственное. Это здесь, например, сильный ритм диагоналий с нажимами. Здесь такой нервный рваный ритм письма. Причем и во французском, в французской книге, и в нашей книге. Либо такие смелые сложные розчерки, которые мы тоже видим и здесь, и здесь. То есть это такое ярко выраженное письмо с ярко выраженным характером. И такие памятники, такие явления в мире искусства книги, которые создавались как будто независимо друг от друга, но при этом они имеют в себе что-то общее. У них также есть общее и, если посмотреться детальнее, то есть вот то, что мы с вами заметили в Сивилите, это большая вариативность форм, когда совсем разные формы используются для одной буквы. И также в нашем письме и в наших каллиграфических книгах это очень ярко выраженное, и даже еще более ярко. То есть вот это буква Д, Сивилите, а это буква Д скорописная. И видно, насколько их много. А если мы посмотрим на страничку слева, то здесь мы можем найти еще больше разных вариантов. Ну, конечно, рукописно это проще реализовать, чем в шлифте. И, конечно, каллиграфы, они проявляли фантазию, то есть неимоверную. Также и большое количество лигатур, которые есть и в шлифте, и в каллиграфических рукописях. И рукопись слева интересна тем, что сам этот большой акцент представляет собой тоже лигатуру. То есть это написанное слово. Здесь божий ЕЮ, здесь 5 букв зашифровано. И все они связаны между собой. То есть вот этот принцип, который был и у Гранджона, но там он был выражен деликатно, поскольку это шлифт, в каллиграфических книгах доведен просто до невероятных каких-то виртуозных вершин. Но, к сожалению, наше скорописное письмо, оно не получило такого продолжения, как французское скорописное письмо, каллиграфическое письмо. Французам, Гранджон, он дал их каллиграфии, он ее сохранил на многие века. Хотя, с одной стороны, его проект, как создание национального шрифта Франции, не реализовался, потому что шрифт пошел своим путем, потому что он стал использоваться для других целей, и потому что, когда мы видим его, мы не ассоциируем это именно с французским характером. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки он достиг своей цели, потому что через Сивилите вот этот сложный характер и это богатство графическое французских почерков, оно сохранилось, и вот мы его помним и изучаем, и пишем, как современные каллиграфы. В нашем каллиграфическом письме, к сожалению, этого не произошло, то есть шрифт не был отвлит, и я надеюсь, что у нас тоже появится свой Роберт Гранджон, который сможет эту интересную идею воплотить. Вот еще пара его книг, книг Гранджона, вот здесь вот эта буква «Д», я не знаю, такая сложная, и его напечатано Робером Гранджоном, здесь написано, и все, из литературы, которую я вам советую посмотреть. Спасибо, Аня. Можно я задам первый вопрос? Давай. Если кто-то, у кого-то тоже есть вопросы, обязательно присоединяйтесь, поднимайте руку. Но вот я хочу восстановиться, потому что микрофон прямо сейчас у меня, и хотел спросить про последний слайд перед этим набором. Да, все-таки вот эти горизонтальные элементы, мне кажется, это ведь не прочерк юридически, они здесь присутствуют как графика, все-таки бывает такое, что они горизонтальные устраиваются в него как какой-то такой элемент просто формообразующий, не несущий смысла и существующий там просто для композиции. Да, я согласна, что здесь да. Ну, то есть его использовали, видимо, и для контрактов, но что же им пропадать? Наверное, и для красоты тоже использовали, мне кажется, они классные. И второй, я вот, честно говоря, только вспомнил, хотя я помню, что мы с тобой обсуждали, но почему-то у меня тогда не пришла в голову идея, но ведь есть, хотя, конечно, не получила такого распространения, тем не менее, сам факт существования наборной скорописи, есть битоническая скоропись, в которой была набрана книга, если не ошибаюсь, депократикой Мамоничи. Да, Мамоничи. Мамоничи есть биорусская, да. Ну, да, это хорошее уточнение, но она вот почему-то не стала таким явлением, как Сивилите. Ну, и она, ну, она вполне скорописная, но она упрощена, конечно, сильно. Ну, да, спасибо, что напомнила. Она есть, и есть еще и выгравированные скорописные страницы, но все-таки они не такого масштаба оказались, почему-то. Ну, это просто единичный случай, то есть не было такого явления, которое распространяется, копируется и ведется дальше. Вопросы? И они, мне кажется, не вызывали такого резонанса, как Гранжоновский шрифт. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы показали один слайд, где была фотография книги, набранной и наборным шрифтом, и от руки написанной. Как так? Почему? Вопрос сразу, так можно было? Да, можно. Сираж может быть у таких изданий, и почему так? Какое решение принимали они, что что-то печатали, что-то нет, у них длитер не было, или что-то? Нет, нет, это, я не помню, что это за документ. Где он в начале? Это, мне кажется, это просто какой-то документ, куда были вписаны имена. То есть это, вероятно, подразумевалось, что там... Изменяемые данные, да? Изменяемые данные. И так совпало, что человек, который вписывал, он обладал таким же почерком. Ну, видимо, действительно, многие там обладали таким же почерком. Говорят, что и Гранжон тоже обладал таким почерком. А вот еще вопрос. Вы показывали страницу из какого-то наставления для детей. Она была рукописная, но каким образом делался это на тираже? Это же, наверное, было детское издание в тираже. Так, так. Нет, она, наверное, была не рукописная, если это было. Мне кажется, была ли рукописная? Вот эта? Нет. Нет, это не то. Первая... Сейчас, сейчас. Нет, там, по-моему, горизонтально было. А, я поняла, да. Да-да-да, я поняла. Вот эта книга, да, это научение для детей, я не уверена, что там был тираж. Я думаю, что, возможно, была очень вероятна в одиничном ассамбляре. То есть для какой-то определенной свитки? Да. Так же, как вот книги Омона, так же, как наши, скорописные, вот эти свитки каллиграфические. То есть эти каллиграфические книги, они создавались в единственном ассамбляре. То есть их писали долго, дорого, там, либо это был какой-то очень дорогой заказ, либо это была, там, какая-то инициатива художника. Ну, по крайней мере, вот такого формата шикарного. Ну, это, это высокий очень уровень. Да, в единственном экземпляре. Это еще могли быть гравюры. А, это могли быть гравюры еще, да. Да, здесь, кстати, очень вероятно, что гравюры. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, насколько, вообще, ну, я так понимаю, вы, получается, викторизовали скоропись вместе с почвами? Ну, там просто это были, ну, в своем проекте, то, что вы видите, да. Ну, это, это не, это, это были, такая же, экспериментальная форма уже авторская. Но она, как бы, вот, вдохновлена, да. Тут просто получилось, что вот оттянется, либо не найти форму, и решение нашлось именно в себе. Да, оно подошло графически. А можно я чуть-чуть скажу? Просто мне кажется, что Аня немного стесняется, поскольку это ее проект. Вообще, это шрифт СНАРК, который она делала в рамках шрифтовой мастерской длительного курса у Александра Торбиева. И, если я правильно понимаю, он начался даже раньше, да? Ну, да, да, он начался с каллиграфии, как раз, вот, эксперимент с каллиграфией, потом реализовался в шрифт. Да, и Аня просто очень давно занимается скорописью и каллиграфией вообще. И это ее, как бы, ну, такая, вынырнувшая какая-то цифровая версия ее деятельности из отдела редких книг и рукописей Российской Национальной Библиотеки и других. То есть это достаточно глубокое исследование, которое, вот, так выразилось в виде шрифтовой формы. Да, это очень личный проект, на самом деле, который действительно очень долго созревал. И он просто здесь оказался в рассказе про Гранжона, потому что он оказался с ним связан. И это даже произошло незапланированно. Как-то вот форму привела туда. В общем, есть попытки, например, векторизации вязи или полустава, да, и там встает проблема с лигатурными всякими штуками, да, с каждой мелкой графикой внутри букв. И вот как вы относитесь к векторизации, получается, русских почерков и вообще каллиграфических почерков? Ну, например, те же спинсериан и коперплейт, это же, ну, вообще другая грань. И насколько нужно вообще переводить каллиграфию в вектор? Я очень хорошо отношусь. И я думаю, что нам нужно технологии развивать в этом смысле. Потому что, ну, сейчас мы можем много сделать фичами, там, программированием. Мы можем лигатуры подставлять, есть команды типа Underwear, которые вообще какие-то чудеса творят через программирование с шрифтовой формой. То есть технически это возможно. И вот это каллиграфическое наследие настолько невероятное, что это выразить вот таким образом, мне кажется, было просто очень здорово. Но вот я столкнулась со многими сложностями и ограничениями. То есть многое из того, что я хотела сделать, мне не удалось, потому что технически я не знаю как пока что. Но я надеюсь, что это станет постепенно вот как-то эти вопросы решаться. По-моему, это вот прямо очень-очень такая перспективная область, мне так кажется. А вы как думаете? Ну, я просто сталкивалась с достаточно большим количеством каллиграфов, которые на самом деле против викторизации. И считают, что сама каллиграфия это как эстетика и не слышно. Хорошо, когда вы микрофон. В общем, что они против, потому что это как бы убивает вот эту эстетическую иногда случайную какую-то находку внутри каллиграфического текста. И большинство преподавателей, которые у меня там по каллиграфии были, они как раз наоборот говорят, что это не самые лучшие заходы. И вообще каллиграфия должна быть как бы на бумаге, а не на плансонах и не на компьютере. Как вы к этому относитесь? Мне кажется, они очень хорошо дополняют друг друга. Что каллиграфия очень обогащает шрифт, а каллиграфия точно обогащает шрифт. А вот в обратную сторону, ну просто кому-то это не нужно. То есть очень многие каллиграфы, но им неинтересно, и их профессиональная сфера, она другая. И это понятно. То есть они в достаточной мере реализуют свою задумку через бумагу или через какие-то другие материалы. А кто-то ищет другие варианты. Буквы в камне, в дереве, в вышивке, в чем бы и не в векторе. То есть мне кажется, что каждый ищет то, что ему близко. Но я не думаю, что... Я думаю, что эти разные варианты они скорее обогащают, чем как-то сужают возможности. Мне так кажется. Что вы думаете? На самом деле это какой-то процесс. То есть мне кажется, вот это нужно как-то в процессе разговора... Я не могу просто ответить однозначно, да? Вот это нужно поговорить об этом. А я однозначно хочу ответить. Вот признаете, что гранд-жон был бы согласен с вашими учителями и хотели бы вы жить в каком мире, где нет цивиллите, ну и всех из него вытекающих. Нравится вам эта реальность или нет? Как это нужно собрать? Я продолжу. Я вообще не принимаю позицию ни тех, ни других. То есть я шлифтовой дизайнер, не каллиграф, не признаю это. Поэтому для меня их позиция понятна. То есть то, что мы шлифтетером формы из каллиграфии, переносим их абсолютно логично и с контрастными работами и так далее. Мы начинаем вообще все с каллиграфии. Это достаточно любопытная взаимосвязь. Но далее происходит как бы вполне понятный резонт, что случайности и каллиграфические находки, они как бы не могут быть найдены в шрифте. И они не эволюционируют, не производят эволюцию для каллиграфии, а скорее устаканивают ее на каком-то определенном моменте, если говорить про гектор. Но, тем не менее, сама идея того, что хотелось сделать гранжом, мне очень близка. То есть я не придерживаюсь какой-то конкретной позиции здесь, но, тем не менее, существуют все-таки два мнения. Я думаю, вы знаете, что некоторые каллиграфы против, а некоторые каллиграфы напротив. И просто хотела поднять такую индустрию здесь, но это получилось. У вас прекрасно получилось, спасибо большое. Я только немножко не поняла про тех, кто против. То есть они против, чтобы, может быть, с этого начинали студенты, или, может быть, они против. То есть я не встречалась с тем, чтобы были против именно каллиграфических шрифтов. Может быть, вы встречались кто-то? Я знаю, что из преподавателей могут быть, что только хардкор, только металлическое перо и бумага, не iPad, не что-то такое. Но я этого не придерживаюсь. Но вот в плане обучения, а уже дальше, как человек пойдет дальше, тут сложно быть сильно против, мне кажется. Может, я не понимаю. Ну, сама тема очень интересна, но такого какого-то сильного предустояния я, кстати, не сталкивалась. Мне кажется, что это история про переход из разных медиа. Когда каллиграфики складываются одни, наверное, какие-то ритмические, особенно на штрихах, да, а когда работа идет с формой в рамках клипа, внутри такого редактора, уточняются гораздо более мелкие детали. И это просто другой тип внимания и другой способ работы, другая техника. Каллиграфы, которые очень хорошо владеют письмом, они могут не владеть кривым везде, потому что это совсем другое. И наоборот. Я думаю, что вот это какой-то дискомфорт, который каллиграфы говорят о том, что шрифт – это что-то не про нас, связано во многом из-за этого перехода просто разного. Другое средство, другая техника, другой тип внимания. Другие вопросы решаются. То есть, когда шрифт переходит в графику цифровую, он тоже продолжает развиваться, но уже немножечко в другом каком-то слое. То есть, это развитие происходит в таком более мелкочастотном, более точном. И свой контур суперточный. Можно поставить на стену дома. И как решить вопросы, которые на письме не актуальны в таком формате. Это уже как бы другого других проблем. Я думаю, что… А есть еще вопросы у кого-то? Еще? Да, давайте последний. У меня меньше про буквы вопрос, но что-то родилось. Может быть, вы можете рассказать… Вот вы сравнили со скорописью шрифт Гранжона и сказали, что у нас как-то не развилась эта история, и что, конечно, Гранжон там был намного более какой-то влиятельной личностью на тот момент. Может быть… Можете сказать, как вообще вот эта сфера, этот бизнес устроен был в то время? И можно ли было… Ну, я не знаю. Просто я, например, была еще вот на лекции Ирины, и было иногда ощущение, что вот Гарамон, он просто какая-то суперзвезда. Да, хотя, возможно, в то время из обычных людей, точно так же, как сейчас, не знаю, каких-то дизайнеров, шрифтовиков, ну, люди, которые не сталкиваются с этой сферой, в принципе, не очень знают. Вот. И, может быть, вы можете подсказать, как это вообще было устроено, и, может быть, просто, не знаю, было меньше известных людей, которые… Было меньше информации. Ну, да, да, конечно, понятно. Ну, книга имела больше вес, намного больше вес имела книга, и печатники, издатели, они, мне кажется, были значимыми фигурами, потому что они создавали вот какую-то информационную следу заметным образом. Современный шрифтовой дизайнер, он, как бы, теряется, наверное, в таком объеме гигантском, да, который есть сейчас. И Гранжион, он, во-первых, был общественный запрос в то время на французский шрифт. Француз, не только он хотел. Были диспуты, да, что, как бы, вот, как бы, нехорошо любить чужое, и, там, печатать книги чужими буквами. Вот это прямо сохранились, эти письма, то есть они вот это обсуждали. Причем, в резких выражениях, что, там, таких людей надо изгонять из страны, вот, кто, там, за чужой шрифт, а нам нужен свой. И этого хотели, вот, ну, был какой-то запрос. Я думаю, я не знаю, как, да, но как это ощущалось. И, соответственно, был резонанс, когда вот эта форма случилась, когда вот эти книги стали издаваться, люди стали на это реагировать. Ну, там, конечно, издатели не всегда хотели использовать непривычный шрифт, там, все это было регламентировано каким-то образом, но, как-то, я думаю, что была такая яркая, сильная реакция общественности. И это повлияло. Да, обязательно. Гораздо больше дизайнеров шрифта стало с появлением цифровых технологий. То есть, буквально 30 лет назад дизайнеров шрифта, ну, было 10-20 человек, сейчас эти технологии доступны, поэтому сотни и тысячи людей работают со шрифтом. Это изменение произошло буквально за последние несколько десятилетий. Ну, да, то есть, нам сейчас не нужно обладать таким невероятным мастерством, да, вот, как они обладали, чтобы вот делать шрифт тогда. Ну, мы видели эти крохотные формы очень сложные, то есть, ее не каждый сможет вырезать. Сейчас нам проще. Ну, а вы просто, может, Ирина, что-то спросите еще. Как вообще, вот вы сравнили еще с ювелирной мастерской? Вы сравнили еще с ювелирной мастерской. Но, например, мы можем представить, что мы идем по городу, и есть какая-нибудь мастерская с вывеской, с витриной, и все там говорят, о, это там какой-нибудь в Абберже, вот тут вот у него, значит, расположен офис. А могло ли быть такое с теоретически там, с печатником, с… То есть, они были ли вот такими же, как бы, с членами SOS, как бы, на высоком уровне что-то, не знаю. Я не знаю, мы его в Аббержецке, может, попробуем. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я бы, на самом деле, рекомендовал посмотреть запись лекции, которая была в четверг онлайн с Евгением Ильичевым. Он подключался с нами из Берлина, и мы… Наверное, сейчас ее сложно будет увидеть. Мы закрыли доступ, но… Она появится онлайн, вместе со всей профессиональной программой, когда по кофей-де-все мы просто соберем и подготовим весь цикл вместе, единым плейлистом. И там просто довольно подробно эта тема как раз раскрыта, потому что вам будет интересно. Спасибо большое. Вот. Я думаю, что нам нужно уже начинать готовиться к мастер-классу. Я хотел поблагодарить Аню и Отцовский институт, и всех пришедших за то, что это состоялось, и будет сейчас продолжаться. А мы, наверное, будем готовить. Те, кто собирался оставаться, оставайтесь. Можно, наверное, сделать перерыв на перекус, потому что нужно запустить силами, будем махать перышками. Здесь вообще у нас учил кафе со стенкой. Да. Так. Ждем записавшихся на мастер-класс. На мастер-класс. Да. Спасибо большое. Спасибо большое.